мы вот только проснулись в соседний домик пришел слон там немного видно сейчас его кормят видимо бананами такой вот у нас доброе утро сейчас слона обещают привезти прямо к нам в номер на поблуждение Субтитры делал DimaTorzok 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 О, какой он счастливый! Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Да, ладушек, сгущенка или это кленовый сироп, скорее всего. Сироп, скорее. То есть это как десерт? Да. Точнее, вот это, наверное, как десерт. Да. И вот тут вот у нас два кофе, правда, с молоком. Ну, ладно. Сейчас мы будем завтракать и уже отправляться на купание со слонами. А, да? А, я не знаю, что по программе. Короче, отправляться на что-то интересное и обязательно все заснимем. Сейчас мы находимся на территории отеля, точнее, на малой ее части, потому что отель разбит на несколько локаций. Наверное, как мы предполагаем, чтобы слонам было где гулять. Как вы видели уже, либо сейчас увидите, либо сейчас увидите, как мы покормили слона, как мы проснулись под его зов о кормежке. И хотелось бы немножко рассказать про этот отель. Как вы поняли, на его территории обитает очень много слонов. К сожалению, пока мы не засняли их всех, но заснимем. Они все были спасены. Здесь запрещены на них катаниях. Вообще какие-либо эксплуатации с животными обращаются. Это как санаторий по восстановлению психики животных, и о них здесь заботятся. Также интересный факт, что в отеле работают девушки из различных ландских поселений и поселений Корон, где люди вообще живут над хлевами, где разводят костры прямо у себя в доме, и где люди просто, у них нет ничего. Они почти, ну как бы, они не умеют многие читать, они не знают языка. Они даже по-тайски и олански учатся говорить, уже будучи достаточно взрослыми. И этот отель также является реабилитацией для этих девушек. Их сюда берут, обучают языку, обучают общению с другими людьми, и платят им хорошие зарплаты, чтобы поднять их уровень жизни. Поэтому обязательно приезжайте сюда, наслаждайтесь атмосферой, узнавайте что-то новое, и поддерживайте такие классные тенденции отелей в помощи и людям, и животным. Мы приехали на бамбу рафтинг, но снимать будем на айфон, потому что основные камеры у нас не водопроницаемые, к сожалению. Встречают такие три кота. Так это выглядит река, плот. Сидеть, как я понял, в позе лотоса. Начался у нас сплав по реке. Я надеюсь, сейчас не будет там бешеных каскадов, водопадов. А мы просто к Чилову будем вот так вот плыть. Погода, в принципе, комфортная. Ну, первый раз у меня сплав по реке на бамбуковом плаконе. Могу сказать, что интересно. Посмотрим, что нас ждет дальше, сколько это займет по времени. Мы тут одни, кстати. Прям во всех местах максимально индивидуальной экскурсии. Что трансфер, что слоника покормить, что рафтинг. Тут на реке прям препятствия какие-то. Наш бортсман все оплывает. Не понимаю, конечно, почему такая река грязная. Потому что у водопада, я могу по ней там все это течение переворачивать. Вы видели то, что тут красная глинистая почва. Вот сейчас тут, конечно, такой каскадик мини, но на нашем плоту не хотелось бы его преодолевать. Поэтому мы вот в объезд едем. В оплыв. Тут прям такие камни, конечно, надо смотреть. Плот-то длинный. Прям как фура. Прям как твоя эта, как я там звала. Петра. Петра. О, немного началось течение. Мы ускоряемся. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот поэтому телефон надо держать двумя руками. Тут камни. Вот, но все нормально пока что. Делаем, чтобы чувак не свалился. О, сейчас. Должно ли туда? Нет. Просто плот он вот идет. Он как бы длинный довольно. А, все, мы оплыли. Миновали это место. Вода не особо холодная, то есть она такая прохладная, но терпимая. Она не ключевая. Она и холодная, я сказала, чтобы не зашла. Ну, как вчера в водопаде. Наверное, плюс-минус. О, тут да, тут да, и тут да. Ого. Ускорение. Внимаем головы. А, я люблю, чтобы не просить сфоткаться. Угу. Да. Угу. Угу. У нас был случай в прошлый, точнее не в прошлый, наверное, позапрошлый раз, когда мы сплавлялись по реке. Только это был не бамбыковый плот, а такая лодка. Ну, то есть это уже экстремальный был спуск. Как это называется? Рафтинг. Проплывали мы тоже над такими вот деревьями, над ветвями. И на одной из веток сидела змея. Надеюсь, в этот раз на голову никто не упадет. Вот, кстати, к нам присоединилась какая-то группа. Понимаю, какая сила у парня. Он такой хрупненький и такой плод двумя нами ведет. Да. Комаров нету. Живности москитов нету ничего. Вау, как ускорились. Вау, как ускорились. Слоны гуляют. О, молодой какой. Слоны гуляют. О, молодой какой. Пуливаются. Да. Вау, как ускорились. Олефант. Чанг. кушает травку вон там семейка видимо наверно отец ушел заколебали вон еще на горе гулять довольно такой полуэкстремальный спуск но если оценивать с точки зрения сплава на этом плату и чувак прям целый пируэт и тут утворяет чтобы плод не дай бог боком по течению не пошел и не перевернулся прям скачет туда-сюда все это дело без перчаток навык просто филигранных экстренное включение освежает пятую точку интересные растения кстати на плоту да надо сидеть вот так вот козе лотос немного затекает уже нет сейчас почувствовал такую боль щипящего типа в спине не придал значения ну почесалась пощипалась и все хотя я догадался что меня тут ужарил потом смотрю через какое-то время боль с обратной стороны спины чуть ниже живота прямом смысле смотрю вот такая вот пиявка серого цвета как какой-то слезняк или как вот это такая мокрица присосалась короче сосет кровь я ее еле оторвал потому что она начала убегать она скользкая она выскальзывает в общем я выбросил за борт все нормально обошлось пока что все хорошо со мной если выпуска не будет тут какой-то отель красивые домики у них переход на вторую сторону другую симпатично нам пришлось сойти временно потому что тут очень крутой спуск нельзя при этом находиться на лодке в качестве пассажира на плоту вот все вышли идем по камням вот и там уже дальше сядем видимо вот так это выглядит все вновь запрыгнули на плот мы сейчас тоже спускаемся идем вот здесь судя по всему жилые дома ну или как максимум кафешки точнее как минимум придорожный потому что мне слышу трассу столы да то есть такая кафешка вот вид на реку ну конечно любителя почему бы и нет очень аутентично у нас продолжает сплав у меня самочувствие нормальная полет заплыв продолжается единственное солнце ничего очень сильно печь очень сильно мы вроде намазались прецедентов не должно быть сейчас как раз начинается самая жара полдень ну все мы видим финальную точку здесь мы выходим дальше уже ну как было бы лишнего прямо такая идеальная грань когда уже так чуть-чуть ну короче вот все у нас сейчас будет следующая остановка это кормление купания слонов сейчас мы идем через деревню каран пипо к слонам да у нас уже был опыт такого взаимодействия со слонами на Пхукете на Бангтау но мы решили повторить потому что это поддержка содержания слонов в хороших условиях идем в деревню по такому мосту гид заверил что тут пьявок нет должно быть безопасно то есть это один отель он разбит на три части довольно большой вид на гору на реку и на сад мы живем с видом на сад ну жили сейчас уже выехали на сад пухган пухган в один день вы знаете одно день два алопа ехать ехать а в день он съедает они ехали не ехать жарко Смотри, слышишь? Пожал руку. Вот это побольше. Тут уже подходят слоны. Она беременна. Тобе 37 лет. Это семья? Тобе 34 лет. Беременна. 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 Вау. Беременна. Беременна. Всех накормила. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. и а Лфм два года. Два года. Тут сложно сказать, или это желудок, или это слоненок. Два года беременеть. Нет, нет. Угу. Как Игорь делает фото? Давай еще раз так. Хочешь мне? Ну ладно, давай. Давай еще раз. Давай. Ставишь в большой фильм. Да. Угу. 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 Мил, а ты не обнимаешь. Аааа. Угу. 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 Ааааа. Шитарова. Угу. слона тут можно обнять что мы собственно сейчас и сделали как она чешет себя здесь слоны понимают голосовые команды например если говорить маппе он вроде как идет за человеком сейчас судя по всему мы ведем его купаться да Мама, faci-хacin, инфе-Ма... Мама! Песи-Ма,oso... И supposedly досологская надпись штук 하는데 Вы знаете... Пов rôle... Субтитры сделал DimaTorzok Короче, пробуем слона провести через джунгли, он идти не хочет, ленится, трется об каждое дерево, останавливается каждые 2 метра, а нас кусают москиты. Я думаю, мы слона ведем купаться, а мы сделали просто круг, пришли в то же самое место. В чем смысл, но ладно, ладно, это было немного, как сказать, странно, да и долго. Я пришел. Странно и долго, но слон счастливый прошелся. Находились, да. А эти слоны опять кушают. Ну все, пока. Казалось, еще не все, и слон хочет искупаться все-таки, как и было изначально задумано. Сейчас мы пришли к реке, ждем пока слон занырнет, и как-то там будем купаться с ним, наверное. Или просто посмотрим, как он резвится. Все, наконец-то слон зашел в воду, сейчас он будет ложиться и купаться. Субтитры сделал DimaTorzok Слон, видимо, накупался, встал демонстративно. Ну что, чуть-чуть покормить? Пришли мы на обед, сейчас нас покормят перед дорогой домой. Эмоции просто зашкаливают после купания. Здесь вот такая вот кафе с таким вот видом. Далее по расписанию у нас будет обед. Проходит он вот в таком вот месте, на берегу реки, где, собственно, сейчас происходило купание со слоном. Красиво очень, все в таком стиле, из бамбука, зелени. После обеда, по-моему, уже все, нас повезут домой. Ну и как бы это очень хорошо, потому что день получился чиловый. В принципе, мы не успели устать, но, думаю, хватит как раз нас активностей. Сейчас поедим и все. У нас ланч. Здесь fried noodles, свежие фрукты, местные, манго, водичка и арбуз. И еще что-то несут, наверное, воду. И вот такой вид, небольшой дождик, обдувает ветер. Все, нас привезли в отель, сейчас мы ждем трансфер и поедем домой. Сидим, наслаждаемся вот таким видом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok